Молодежный форум Машук-2012 работает уже неделю, но многое в день Карачева-Черкесии было впервые. То, что радовало всех абсолютно, это хорошая погода. После затянувшихся проливных дождей, наконец-то выглянуло солнце. И у ребят появилась возможность наняться спортом. Спортивные занятия сменяются занятиями интеллектуальными. До обеда ребята слушают три лекции – теория, практика и так называемая открытая лекция. После работают интерактивные вип-площадки, где лекции ребятам читают эксперты в разных областях. Были приглашены очень много таких профессионалов своего дела. Они читают лекции, проводят тренинги, рассчитанные на всю массу. Тут нет возрастного ограничения, она не для молодых, не для взрослых. Она именно для всех, полезна она всем. Тренинги на тематику, общественные, все направления волонтерские, политические. Бизнес-планы там очень развивают, очень помогают. В день Карачаева-Черкесии на Машуке с участниками форума встретились директор по региональному развитию Центра социально-консервативной политики Вера Царева, члены Общественной палаты России Людмила Шувалова и Азамат Лисов. Мера ответственности, которая лежит сейчас на вас, крайне высока. Именно вот этими совместными усилиями нам, я уверен, удастся помочь и руководству страны, и руководству наших регионов в более эффективном, более динамичном их развитии. За два потока на Машуке побывало 2,5 тысячи молодых людей из всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа, а также Волгоградской области, Хантамантийского автономного округа, Адыгея, Абхазия, Южная Осетия, Азербайджана, которые вместе учатся, общаются и заводят новых друзей. А ребята из регионов еще и борются за гранты на реализацию своих проектов. У ребят есть право выбора. Они могут выбрать по желанию тот курс, который им интересен. Ходить на лекции нужно обязательно. Три прогула, и можно паковать чемоданы и ехать домой. Нарушители дисциплины не допускаются к защите своих проектов. Порядок в лагере строгий. Как инструктор Карачаева Черкесии, я могу сказать, что для меня также стала открытием эта республика. Я узнала очень многого об этом крае, об этом регионе, и мне безумно нравятся ребята, с которыми мы работаем. Они добрые, отзывчивые, действительно заинтересованы в том, чтобы сделать свой регион и весь Иерокавказский федеральный округ, развить его, сделать его еще более красивым, замечательным, интересным и привлекательным для молодежи, туристов, для политиков, для инвесторов. Что очень примечательно, в этом году был большой конкурс на Машу. То есть попали далеко не все желающие, отбирали ребят самых-самых-самых-самых, и это видно. Денис Дерниченко из поселка Медногорский Карачаева Черкесской Республики мечтает открыть у себя в селении мини-кинотеатр. Для того, чтобы его проект получил грант, идеи должны поддержать эксперты, в качестве которых выступают известные в России бизнесмены, предприниматели, профессора вузов, общественные деятели. У вас все равно должна там быть коммерческая составляющая, потому что ваш проект должен самооккупаться. Вы всю жизнь на грантах не проживете. Ну, как бы, оккупация за счет штата, и в одном из них, допустим... Ну, ваш кинозальчик будет помогать администрации нам. Официальная часть мероприятий, посвященных Дню Карачаева Черкесии на Машуке, началась ближе к пяти часам вечера. В это время в гости к форумчанам прибыли глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов, председатель парламента Республики Александр Иванов, а также члены правительства. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, как у вас? Здравствуйте! Как вам? Здравствуйте! 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 Успехов вам! Спасибо! Мы с вами! Форумчане встречали делегацию радостными возгласами. Колонна участников шестия проводила гостей к шатрам, где в это время кипела работа. На Машуке 2012 работает и местное телевидение с онлайн-вещанием в интернете. Своим впечатлением от увиденного журналисткой Машук ТВ Анной Кузьминка поделился и глава Карачаева Черкесии. Видно, что у людей уже начинают гореть глаза и гореть так подобно. Появилась цель, появилась возможность получить этот грант и дальше уже развивать свое дело. То есть, помимо того, что мы сами каждый день стараемся как можно больше внимания уделять молодежи, то этот форум, конечно, это большой толчок для их развития и их становления. С самого раннего утра на центральной площадке начали выстраивать национальные подворья. Форумчан с самобытной культурой народов, населяющих Карачаева Черкесию, знакомили известные архитекторы, музыканты республики. На подворье можно было полюбоваться живописными картинами местных художников, поделками народных умельцев и даже побывать в Ногайской юрте. Участники лагеря постарались создать соответствующую атмосферу торжества. Традиционная чаша с айраном, национальные танцы, игры – все, что сближает молодежь на протяжении учебы и творчества на Машуке. После знакомства с жизнью лагеря, форумчане и гости направились в шатер. В беседе с представителями власти участники рассказали о своих идеях, с которыми приехали в лагерь, а их у них, как казалось, хоть одобавляй. Звучали предложения создания в городе Тиберде реабилитационного центра для больных фронтхиальной астмой, строительство в Черкесске мотошколы, открытие благотворительного фонда для детей-сирот. Ряд проектов, представленных ребятами, связан с гармонизацией межнациональных отношений. Мы хотим возродить национальный вид респорта Карачаево-Черкесской республики и всех субъектов, обладающих народов. Но для меня нужна одна поддержка – соленая арка, чтобы мы там умеем. Я слышу только, чтобы похвалили лица, примеры. Я думаю, что еще раз можно было бы взять. Юные архитекторы из Дагестана то ли в шутку, то ли всерьез предложили главе Карачаева-Черкесии сконструировать для него современный дом. Я с удовольствием принимаю, я просто подумаю, где это, в каком месте это здесь. Мы с вами объединяемся пока. Отдельно глава республики остановился на теме сельского хозяйства. Ребята, чьи проекты связаны с этой сферой деятельности, могут получить не только грантовую поддержку на Машуке, подчеркнул Рашид Темрезов, но и поучаствовать в программе начинающих фермеров, которые действуют в республике. До 800 тысяч вы, как начинающий фермер, можете рассчитывать на получение, ну, как для вас, гранта такого, без разместа. Она программа живая, работающая, поэтому, пожалуйста. В прошлом году на форуме Машук-2011 участники, представлявшие Карачаева-Черкесию, выиграли гранты на 10 миллионов 250 тысяч рублей. Из 120 ребят, побывавших на форуме, 95 защитили свои проекты. Это достаточно хороший результат. Форум этого года, судя по количеству участников и разнообразию проектов, обещает быть не менее результативным и насыщенным. Хатима Куршева, Миха Каракелян. Итоги недели.